Новый есть новый, я все понимаю, любой китайский трактор новый стоит соответствующих лет, то есть не все люди могут себе такое позволить, многие склоняются приобрести бэушный трактор, можно его купить, не знаю, на сайтах продаж, позвонить и взять прямо у хозяина, я называю кота в мешке, а если вот через вас, допустим, я только знаю, ваше предприятие тоже занимается, продажей так называемой БУ техники вторичного рынка, с ними у вас, ну я приехал в классе, его нового, он мне говорит, ой, какой у меня шикарный трактор, я его купил, а через неделю у меня там все развалилось, там у него там оказывается все на сортах было, с вашей техникой, когда я ее у вас беру, вы ее как-то, вы ее нашли на свалке и сразу мне всучиваете или что-то с ней, где-то операции приводите? Тут немножко, говорится, вы хотите ввести заблуждение наших, говорится, телезрителей, дело в том, что даже трактор, который имел эксплуатацию, был эксплуатацией, мы взяли на предпродажную подготовку и дальнейшую ГЦ реализацию, мы проводим полный комплекс технического обслуживания, начиная от дефектовки, то, что необходимо продефектовать. Полный комплекс для меня ничего не говорит, конкретно, что вы делаете? Вы разбираете двигатель, снимаете поршники? Нет, нет, а что вы? Ну вот, это все равно, что, говорится, в любом автосервисе, автосалоне, который занимается продажей техникой так называемой, как сейчас говорят, модной трейд-ин, да? А у нас, по-русски говоря, бэушной техники, то есть та, которая была в эксплуатации, хозяин, мод, приобрел, мод, отказался, мод, не мод эксплуатировать, мод, ему не нравится, это уже его причина. Дело в том, что любой трактор приходится к нам. Дефектовка начинается от внешнего вида, от внешнего вида, наличие запасных всех принадлежностей, все, что должно быть по комплекту трактора, в этом плане, начиная от трехточечной навески, кончая приборов, наличие… Ну, нет, у него отломлен рычаг, и что теперь? Ну, ГЦ, дело в том, что если мы… ГЦ, он отломлен рычаг, и мы его берем на реализацию, и наше ГЦ руководство говорит, что этот трактор будет продан, то у нас есть необходимые запасные части, которые мы заказываем… Вы дополняете, да? Мы дополняем это, естественно, у нас большая база по запчастям, практически все есть по запчастям, начиная от поршневой группы, как я вам уже говорил, кончая запасные части, как говорится, к навесному оборудованию в этом плане. Трехточка, как говорится, есть отдельные рычаги приходят, внутри находится гидроцилиндр, в данном случае, который толкает, чтобы эти рычаги поднимали. Все это у нас есть, производится дефектовка, проверка работоспособности, включая при необходимости меняем стартера, генераторы, реле зарядки, то есть, это все то, что делается в любом автосервисе, независимо от того, что тракторный или автомобильный. Мы проводим такой же комплекс работ, для того, чтобы потом, когда мы продаем трактор, чтобы клиент мог его забрать, и нас вспоминал добрым словом, а не говорил, что я вот купил у вас, а вы меня обманули, мы так не работаем. То есть, так или иначе, вся техника БУ, которая проходит через вас, я правильно понимаю? Да. Она проходит здесь глубокую диагностику… Да, обязательно. Да, и восстановительные какие-то ремонтные работы. А то, что необходимо восстановить, мы обязательно восстанавливаем, поскольку, если мы ее взяли на реализацию технику в этом плане, то наша задача у меня, как старшая механика, организовать работу, а механика ФГЦ под моим руководством сделать то перечень работ, которые мы себе пометили в результате процесса дефектовки данного образца. Вероятность покупки кота в мешке в виде рассыпанного подшипника в коробке передач снижается? Нет, это не снижается, она просто исключается. Вот так, да? Даже так, да. Даже так, она исключается. Почему? Потому что еще, будем говорить так, сколько мы ремонтировали здесь, люди приезжают к клиенту и говорят, вот я нигде не могу отремонтировать. Вы можете отремонтировать? Мы согласуем с руководством, руководство говорит, да, берем трактор на ремонт. Составляем дефектовочную ведомость, соответственно, со слов сначала клиента, потом дефектуем сами, созваниваемся с клиентом, естественно, как в любом сервисе, говорим, у вас необходимо поменять еще то, 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 РТИ, подошли сроки замены, это нужно поменять, это нужно поменять. Если это в данном случае клиент устраивает, то мы это тоже производим замену. Если нет, то мы, как в любом нормальном автосервисе, в перечне акта передачи пишем рекомендации, для того, чтобы человеку было понятно, что было произведено на его тракторе, и что необходимо ему поменять. Для того, чтобы он мог его в дальнейшем эксплуатировать, а не так, чтобы привез, сказал, вот это мне поменяли, это не поменяли, я эксплуатировать не могу. Такое тоже бывает, сейчас только связано чисто с экономической проблемой, но, как правило, мы не задираем цены выше планки, мы берем так, чтобы человек мог понять, что вот с этим можно эксплуатировать, но это надо поменять. Вы когда говорите, не задираем цены выше планки, у меня сразу ассоциация, мы все-таки задираем, да? Нет, 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 вы тут неправильно. Понимаете, у нас, ГЦ, все определяется тем, что у нас техника китайская, все же срок поставки тех запасных, которых у нас, допустим, нет в наличии, бывает, приходит так, что когда у нас тракторы эксплуатируются по 5-10 лет уже люди покупали, до нас еще здесь покупали, у других фирм. Да ладно, что такая техника по 10 лет работает? У меня на родине, я сам, ГЦ, из Башкирии, у моего хорошего товарища в селе вот так вот трактор стоит, на продуктурных дровах, ему 30 лет. Стоит, ключевая зная, стоять, он будет 40. Он, я имею в виду, стоит и работает, да, и поэтому, единственное, что у него была проблема со стартером, я его здесь выписывал, стартер покупал, в отпуске отвозил ему, он работает и тарактит, и, ГЦ, выполняет свою функцию как трактор, и человек не нарадуется в этом плане. Но это, опять же, определяется опытом, навыками эксплуатации. Ну, конечно, эксплуатация, да. Из этого не бывает. У нас, говорится, можно и Мерседес за месяц убить, можно и любой трактор, в том числе и японский, которые говорят, что вот он 20 лет, он будет у вас работать безупречно. Да не будет он работать безупречно, если не выполняет те инструкции, которые зовут изготовителя и рекомендует. Я, как потребитель, когда покупаю у вас трактор, вот этот бэушный, прошедший у вас подготовку, я получаю эту документацию на руку, чтобы там, чтобы я знал, куда, что налить? Да, мы вам даем распечатку. Да, не обязательно такую красивую книгу, но... Если тот человек, который владеет интернетом и говорит, мне сейчас пока распечатку не надо, вы мне на электронную почту скидываете, мы, как правило, клиенту управляем, тут же при нем на электронную почту, отсылаем полностью регистрируемый, там все, все, что здесь было показано, там все, те же самые фотографии, все это сделано в электронном виде. Мы отдаем клиенту для того, чтобы он мог домом почитать внимательно, разобраться, что необходимо проверить и убедиться, что эксплуатация, особенно перед весенним сезоном и перед зимним сезоном, есть ли еще дополнительный ко всему, на трактор ставится дополнительное навесное оборудование, начиная не с лихо-хвостного назначения, а для бутылки снега и прочее, прочее. Еще у меня вопрос, новая техника, понятно, да, то есть там какие-то есть гарантии завода, вашей бушной технике, когда я его отберу, какие-то гарантии на нее от вас именно? В данном случае, если клиент просит ГЦ гарантийных этих, то по решению руководства у нас есть возможность заключить ГЦ договор по гарантийному обслуживанию данного трактора, даже если он был. Сейчас сроки не могу вам точно сказать, это нужно ГЦ вытащить руководство, поскольку в каждом конкретном случае, в зависимости от типа трактора, его годы выпуска, его состояние в этом плане. Да, есть трактора, который, как вы говорите, прошел, как и автомобиль, прошел ГЦ, стоял 10 лет, а прошел 5 километров и работал 5 часов. То есть, если мы на нем даем гарантию, то есть, если он видно, что он был эксплуатировался... Ну, ему цена соответствует... Соответственно, и цена ему такая, соответственно, мы говорим, что вы будете его эксплуатировать в этом плане, Но гарантийное обязательство мы на себя не берем, но пост гарантийное, это обслуживание, так сказать, и ремонт, в случае возглавления каких-то неприятностей у вас, мы обеспечиваем. Спасибо большое. Пожалуйста. Я очень рад с вами общаться, побеседовать.